Приветствую вас и думаю точную формулировку вам назвать не сможет никто, потому что человек индивидуален и для каждого существует свой подход, свой собственный стиль общения, который действует, эффективен только по отношению к нему. И не зная этого человека, хотя бы примерно, хотя бы не имея какой-то общей, базовой, минимальной информации о нём, именно формулировку вам, думаю, никто не предоставит. Если говорить о том, чтобы человек захотел с вами общаться, то необходимо в первую очередь исходить из его интересов, то есть вот какие у человека интересы, и на эти интересы с ним начать разговаривать. А если интересов вы не знаете или по какой-то причине нет возможности о них как бы поговорить в пределах того способа связи, который вы считаете для себя приемлемым, то тогда общение нужно начинать нейтрами, то есть просто приветствовать, спросить как у человека дела, как у него настроение, чем он занимается и начать что-то рассказывать. Начать что-то рассказывать самостоятельно и рассказывать что это такое, чтобы вам было понятно, вот интересно этот человек или нет. И если человеку это будет интересно, то что вы говорите, то естественно он захочет с вами общаться, просто потому что люди изношенных примеров общаться с теми, кто для них интересен, кто разговаривает на интересные для них все темы. Ну давайте не будем голословными и попробуем привести пример, скажем для наглядности и допустим вот у нас есть, скажем лыжник, человек который увлекается лыжным спортом. Понятно, что если такому человеку вы начнете рассказывать про, скажем, спорт конный, то ему вряд ли будет он интересен. Потому что конный спорт это не та сфера, которая лежит в плоскости его интересов. Но если вы знаете, что человек увлекается лыжным спортом, но при этом у него хобби, конный спорт, то тогда, конечно же, послушать про это ему будет интересно. И на этой теме, на этой теме, как на фундаменте, на базе у вас может сформироваться продуктивное, взаимоинтересное общение. То есть, видите, нужно либо знать интерес человека и в их направлении двигаться, либо нащупывать интерес от человека. Смотрите, что ему более интересно, что нет. Что вызывает безразличие, что вызывает слабый интерес. Тут надо действовать, как, знаете, вот как слепой-слепой человек идет на звук. То есть, вот там, где звук. Вначале человек слышит, вначале человек ничего не слышит. У него полная тишина. Потом, вроде бы, какие-то звуки на границе вообще слухового восприятия. И человек даже не понимает, то ли этот звук действительно, то ли это вот ему показалось. Дальше человек слышит еле-еле на грани слышимости, но уже отчетливо. И он старается вот идти, где звук громче, где звук отчетливее звучит. Вот так же нужно двигаться и вам, ориентироваться на всплеск, на проявление, на интенсивность интереса со стороны человека. И тогда вы достигнете своей цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.